Виеная машина, догадайтесь, с первого раза, но не Тула. Ржев. Давненько у меня такого ретро не было. Сейчас глянем, что с ней. В принципе, это та же Тула, только без зигзага. Хозяин мне сказал, что что-то там не совпадает, а что там не совпадает, она вообще вот не крутится. Что-то заклинило. Сейчас глянем, подлежит ли она ремонту. Почему не крутится? Где-то заклинило. А где заклинило? Может вот это заклинило? Нет. Нет, 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 нет. А что могло заклинило? А, так она просто-напросто требует смазки. Я думаю, да что, давно, наверное, стояла машина. Так, сейчас мы посмотрим. Состояние ремешка. Что-то не совпадало в них. Так. Состояние ремешка. Что нам скажет? Ну, что я вам скажу. О, достойно, достойно. Ага, вон. Вон что. Ремешок перескочил, скорее всего. На зубчик. Что-то челночное бьет. Сейчас я... Ну, что я так смотрю. Надо снять игольную. Будет видно. Самое главное, ремень живой. А остальное все делается. Это остальное мелочи жизни. Так у нее состояние нормальное. Не ушатанное. Внешне, я имею ввиду. Корпус. Так. Так. Да. Бьет в крылышко челнока. Сейчас мы вот что сделаем. Сниму ремешок. И продвину. Ну, на зуб. На зуб, скорее всего, перескочило. Вот. Открутилась всего лишь рейка продвижения. Затягиваем. Затягиваем. Ржев это та же тула, только без зигзага. Вот. Как мы видим. Сейчас я покажу снизу. Кто знает, тот знает. Как у тулы. Все точно так же. Даже вся электрика такая же. Все. Тут редуктор вот этот. Ну, одинаково. А. Нет. Вру. Не одинаково. У тулы-то вот так стоит. Потому, что зигзаг у нее на себя. А здесь. Вот как у прямострочек. Оттуда. Челночная. Да. Не так. Ну, принцип-то такой же. Вот ремешок. Ну, ремешок, конечно, хоть суп варей из него. Промасленный весь. Регулярно смазывайте машину. Так вот. Напоминание. Строгое. Калининский совнархоз. Это, наверное, еще 50-е года. 220. Угу. Так. А номер-то стоит тут вообще. 200. Какой-то 76, что ли. Мало их выпустили, что ли, столько. Вроде много их. До наших дней дошло даже. Пайк за крылышкой. Это мне не показалось. Она только тут через раз. То задевает, то не задевает. Ну, люфтик есть. Ремешок подрастянутый, но еще не критично. Но ремешок надо помыть просто-напросто. Он подсядет чуть-чуть. И на какое-то время хватит машины. Смотря как будет. Смотря что будут шить. Но на зубчик перескочило по-любому. Мыть буду следующим образом. Сниму крышку. Я уже у какой-то машины показывал. Я не помню у какой. Что-то веритасоподобное, по-моему. Но там проще. Там ничего снимать не надо. А здесь сейчас сниму крышечку. Легко снимается. И делаем следующее. Я уже показывал. Надо сейчас налить какую-то емкость. Разместить эту емкость. Вот как раз утопится. Утопится. Почти. Ну. Хорошо она утопится. Сейчас наливаю сюда изопропила. Да полностью налью. Устанавливаю над... Под ремешком. Так. И начинаем крутить. Начинаем. Начинаем процедуры. Пока так покручу. Пускай подкисает. Можно даже... Я буду сейчас на ткань. Буду на ткань. Тканью промакивать. Удалять эту бяку всю. Черноту. Вот. Только провел. Столько черноты. Щеточка. Она... Не нужна. Вон видите что. Сейчас буду только тряпочки менять. И удалять. И ремень изменится. Он уже меняет цвет. Тряпочка чистая не станет. Но она никогда чистая не станет. Даже сколько я их сменил. Ремень-то чище становится. Причем заметно чище. Потом покажу результат. Ну вот смотрим какая жидкость стала. Тут еще на тряпках вон куча. Осталось бяки вот этой грязь там с маслом. Непонятно с чем. Тут вон осадок. Ну, помыл хорошо. Ремешок такой стал. Не черный, а светло-серый. Так скажем. Ну вот. Вполне пойдет. Что-то тут еще с продвижением напутано. Что-то рейка в обратную сторону. Почему-то и... Так. А почему? Так, регулятор. Вперед-то она еле двигает. Что-то тут с продвижением. Я же говорю. С продвижением тут совсем напутано. А, о. Поехала. Поехала. А почему так она... Тут просто-напросто все позакисало. Поэтому и винт провернулся. Сейчас я пробрызгаю. Постоит маленько, откиснет. Маслится. И все будет отлично. Так. Ну-ка. О! Так. Тут еще надо ремень натянуть двигателя. Ну, тут натягивается легко и просто. Я покажу потом. Добрый день. Бреки ушли Надо сначала Выставлять продвижение А я передвинул на зубчики Что-то я подзабыл Вот сейчас я выставил продвижение Так это вперед Это назад А теперь я буду Устанавливать Иголку Стыковать с челночным Это там винтами А здесь Я совсем забыл что тут завязано Еще и продвижение На шкиву Так что Как изначально я делал Так делать не надо Так Ладно Осталось выставить здесь И все Вот здесь винты есть Вот они Два по моему Или три Три винтика Сейчас я челночное сдвину Чтоб оно не задевало И все нормально будет Вот они Регулировочные винты Ослабляем их Три их тут Раз Два И Как хотим Так и двигаем Так Нам надо его Сдвинуть На себе Так От себя Насколько я помню С третьего раза Сейчас должно получиться Впрочем Посмотрим Что тут получилось Ну тут Легко Тут и зазорчик Можно регулировать И Вот Зазорчик я прям Выставил впритык Так 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 Ага Сброс Плохой Отсюда Плохая Затяжка Смотрим Крайнюю Нет Плохо Еще Еще Плохо Так Ага Так Что-то я засиделся С этой машинкой Я ее доделаю Завтра Тут осталась Регулировка Но Время уже поздно Уже Так Ладно До Завтра 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 Продолжение следует...